данное видео это ответ на комментарии абонент каракала по свидимости это грузин очень интересный комментарий он оставил и поэтому с разъяснительным комментарием к его комментарию вопрос стал плоскости того что создать национальное формирование составе российских вооруженных сил для отставления интересов российской федерации и дагестана и том числе и национальных интересов аварского народа и вот контекст этого данный ник каракала почувствовал некую угрозу для своего народа ну уже самом видео было обусловлено что поползновение сторону нато и как вы понимаете россия находится состоянии гибридной войны с нато и естественно что грузия и россия отношения были осложнены из-за этого если грузия избирает для себя путь добрососедского отношения к россии то нет никаких препятствий тому чтобы данные вооруженные формирования будет охранять интерес российской федерации на южных ребежах страны говоря оба грузина аварских взаимоотношениях автор да он говорит о том что очень речь похожа на грузинское что он никогда не слышал даже среди мингрилов и даже среди сванов что речь не похожа к артвельскому языку что именно аварская речь она очень схожи так конечно если на схожести наверно многие тысячи лет назад какие-то лингвистические параллели были у наших народов собственно говоря грузинские академики говорят о том что причастие картрелла на кавказ возможно первом тысячелетии то нашей эры не знаю так или нет но вот мне попадали статьи грузинских академиков на эту тематику если действительно так и что что грузины имеет некое отношение к шумерской цивилизации так как прибыль на кавказ с южными сападами но что интересно сказать грузины и авар имеет 20 речную систему исчислений математическую это интересный параллель то же самую систему исчисления имели шумеры немного народа на земле имеют такую систему исчисления ну а говоря о других взаимоотношениях периоды аварского государства называемого персидских и арабских хрониках как сарир аварий именуют его аварий или же тахида или тахидстан этот период христианской аварии конечно отношения были очень близки добрососедские основные на общности религии последствия есть ситуация но конечно изменилась особенно чуть напряженными отношения между грузии грузинскими царствами так далее стали последние вот лет 300 300 350 максимум это так называемая эпоха ликеанобы и эти времена если даже сравнивать эту ликеанобы то в западных регионах грузии междоусобица князя различные но захватывали крестьян друг у друга и уровень этот потерь грузинской нации был 15-20 раз выше чем это ликеанобы собственно это ликеанобы остановил аварский правитель махан великий вот те набеги которые имели свою целью грабеж со стороны там некоторых обществ все это делать запретил махан великий но впоследствии когда грузинская царская династия заключила георгиевский трактат с российской империи перечеркнув все договоренности с аварским ханством конечно возникли вопросы конфликтные и аварский правитель махан великий поддержал кахатинского царевича александра второго его борьбе за власть ну и итоге аварский правитель был тяжело ранен впоследствии он был отравлен версий на этот счет много от того что это было сделано разведкой российской империи или же разведкой османской империи оба государства обе империи были гегемонами и они крайне не желали аварской гегемонии на кавказе грузии если рассматривать с экономической точки зрения нечего показать западной европе америки нечем торговать с ней потому что этот рынок уже давно забит брендами что может дать миру грузия грузия может дать продукцию сельского хозяйства виноделия но это все уже есть для них не нова и чтобы завоевать эти рынки для грузии это практически не осуществим а вот рынок российской федерации для грузии это давно наработанные эти бренды грузинские мне их уважают их любят поэтому самое актуальное для грузии это развивать отношения с Россией если будет отношения с Россией и Грузии развивать то не вижу никакой взаимосвязи с заявлением каракала о том что он чувствует некую грузу создание аварских национальных формирований в составе российской армии для Грузии никаких наоборот нам нужно укреплять добрососедские дружественные отношения с Грузией мы аварский народ и грузинский народ близкие соседи и соседи должны дружить торговать ходить друг другу ездить друг другу гости то есть это туризм мы должны узнавать друг друга и лучше и относиться естественно друг другу самом высоком уровне имеется ввиду мы не должны враждовать спорить конфликтовать у нас нету никаких агрессивных действий в отношении грузин точно также мы не видим никакой агрессии со стороны грузин в отношении аварского народа то есть это один из таких моментов среди окружающих грузии народу когда даже тот народ с которым пошло были какие-то конфликтные ситуации на данный исторический момент все очень гладко все очень ровно все очень хорошо и аварский народ только за то чтобы создать транспортный коридор в грузию чтобы мы могли развивать экономику друг друга торговать друг другом своей продукции то есть намерения сами мирные благосклонные нет никакого даже намека на агрессивность отношения грузии грузинского государства мы грузию любим мы грузин уважаем мы намерены только развивать добрые соседские отношения с грузией и грузинским народом